Теперь педагоги будут объединяться в сетевые сообщества. Этот опыт позаимствован у заграничных коллег из Кембриджского университета совместно с Педагогическим университетом имени Нурсултана Назарбаева. Главной целью создания клуба является оказание методической поддержки по применению инновационных технологий и повышение квалификации педагогов. Организаторы считают, что с помощью такого эксперимента им удастся сплотить педагогический коллектив и создать позитивный имидж профессиональной деятельности учителя. Сегодня собрались из разных районов области и я думаю, что те, кто сидит в зале, они уже пришли со своей проблемой, которую хотят решить в рамках сетевого сообщества, но они пойдут как лидеры в своих районах. И придя в свой район, в их функции теперь войдет помочь остальным взглянуть на какие-то проблемы профессиональные по-другому, помочь им объединиться в решении этих проблем. Такой эксперимент проводится впервые, однако учителя с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, так как выходя за рамки обычного, можно многому научиться и усовершенствовать свои знания и умения. А самое главное, это поможет в процессе обучения школьников. Наш сетевое сообщество направлено на развитие критического мышления у детей. Эта проблема рассматривается сейчас как приоритетная во всех отношениях, потому что она позволит развить в детях практикоориентированное обучение, позволит детям быть подготовленными к жизни. В ходе эксперимента, который включает в себя обмен опытом между преподавателями, результаты будут отслеживаться. Организаторы надеются, что количество членов клуба в каждом из районов области будет расти, и это отразится на развитии творчества и росте профессионального мастерства педагогов. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, «Факт».